Это программа «Культурный срез». С вами Константин Дорошенко. Мой гость сегодня Дарья Бадьор, редактор отдела культуры интернет-изданий «Левый берег» и «Кинокритик». Интересно вообще на сегодняшний день, само понятие отдел культуры в украинских средствах массовой информации, как это ни странно, ни печально, ни абсурдно, практически исчезло. Крупнейшие интернет-издания, которые культурой занимались, закрылись. В самые влиятельные интернет-издания, которые пишут о политике, сократили эти отделы. И вот фактически Дарья Бадьор почти последний из магикан. Как тебе вообще в этой ситуации, как ты себя ощущаешь? И почему это происходит на нашем медиарынке, как ты считаешь? Как я себя ощущаю? Я, конечно, очень расстроилась, когда закрылся раздел «На украинской правде». Потому что там были очень хорошие редакторы, Катя Батанова, потом Аксана Мамченкова. И это такое конкуренция, это всегда хорошо. И я, естественно, проверяла каждый день, что там вышло, а переделили ли они меня, а вот они поговорили, а вот я не поговорила, а вот Аксана Мамченкова. И я, конечно, это держит в тонусе, конечно же. Я не уверена, что там последний я из магикан или не последний. Еще есть раздел «Крутила в зеркале недели». В газете «День». Но все-таки это более взрослые медиа. Они появились еще в эпоху печатной прессы. И, собственно, они как-то с этим временем и ассоциируются. Интернет-издания, которые динамичны, которые быстро должны реагировать на все. И вот как ты думаешь, откуда такая тенденция в Украине берется, что они отказываются от дела культуры как от такового? Ну, есть, видимо, какое-то, может, представление у главных редакторов или еще у кого-то о том, что культура — это… На культуре, во-первых, нельзя заработать денег, потому что это не суперзаходы, если это не новость про Евровидение или новость про то, что кто-то умер. И, возможно, из-за того, что она не собирает такой трафик, как мог бы, как политика или как происшествие, или как военные какие-то сводки и так далее. То есть понимание того, что культура — это раздел, который должен быть как развитие, да, не как мы хотим подышать, мы хотим развиваться еще, да. То есть это такой, на котором, скорее всего, нельзя никак заработать. И, возможно, некоторые медиа не готовы к этому, конечно же. Это достаточно странный подход, потому что, в общем-то, хороший отдел культуры, он свидетельствует о респектабельности медиа. Я помню, что когда на украинский рынок заходила газета «Коммерсант», они в первую очередь искали хороших специалистов в отдел культуры. Они говорили, что о том, что там в экономике, в политике, в бизнесе мы сможем кадры научить, нам нужны люди, разбирающиеся в культуре, в настоящей, которая происходит здесь. Тогда, если у нас с этим будет все правильно, тогда мы сможем отвечать за всю остальную ситуацию на своих шпальтах, как это по-русски будет, на своих стороне, на своих полосах. Да, и культура ведь действительно стратегически свидетельствует о том, на каком месте находится общество и в какую сторону оно развивается. Вот неужели нашим редакторам это непонятно? Они думают, что все упирается в так называемую политику, но, собственно, именно культура дает нам сигналы того, где мы, на какой мы точке координат находимся. Я думаю, что очень многие редакторы просто еще заняты выживанием. То есть это как дурацкая пирамида масла. То есть сначала нужно выжить, потом будем думать про культуру. Возможно, это какая-то роскошь имеет культуру, раздел культура. И, возможно, действительно, ты прав, это принесено с печатными изданиями. То есть коммерсантель был. Когда я начала писать на Левого берега, еще была газета Левого берега. То есть ЛБ тоже вырос из газеты, которая издавалась не по-петровски, а потом расширилась до общего названия. В газете 24 был огромный раздел культура, который все вспоминают с придыханием до сих пор. То есть, может быть, газета – это какая-то традиция тянется оттуда, а онлайн – и решили, что, может, новые правила, и, соответственно, нужно как-то все это перепрошить, а культура, возможно, в эту повестку не вписывается. Я не знаю, как она, в принципе, может говорить с теми редакторами, которые принимают решение о закрытии разделов, и которые решают, что нужно заменить раздел культура, разделом лайфстайл или таблоид. Тебе, как фактически человеку, который становится монополистом в освещении культуры в Украине, как живется нынче? Насколько часто тебя преследуют всякие функционеры, которые хотят прорваться на территорию твоего отдела культуры, хотят с тобой дружить? Насколько это навязчиво, насколько это тебе нужно? Я знаю, тебе приходилось неоднократно с разными функционерами от культуры делать интервью, и с директорами арсенала нашего, и с министром культуры и так далее. Насколько тебе само это интересно? Насколько вот эти властные культурные организации навязчивые, либо деликатные в общении с редактором отдела культуры? Ну, может быть, я не хочу обобщать, потому что, возможно, у кого-то другой опыт, но, может быть, я тоже такой человек, что ко мне на голову особо не лезут. Естественно, предлагаю, там, и несколько было случаев, когда после моих текстов министра культуры просились, а давайте мы сделаем с вами интервью, и я как-то оправдаюсь за какую-то критику. Ты, по-моему, разы. Это было с разными министрами культуры. Я это воспринимаю как комплимент своей деятельности, потому что, видимо, это читается все, да? И реакция есть, и человек хочет как-то реагировать. И я иду, ну, потому что на встречу, естественно, я не играю по их правилам, мы задаем вопросы, мы не согласовываем эти вопросы. Ну, понятное дело, все как у нормальных журналистов, да? Нет, я бы не сказала, чтобы все эти функционеры там хотели получить какую-то... Трибуну. Трибуну. Нет, они хотят, но это в какой-то... Ну, не очень навязчивый способ, потому что они тоже перегружены работой. То есть, если это функционер, например, Евгений Нишин, министр культуры, то не смотря, можно его критиковать, и истеры, и нужно, и все остальное. Но у него элементарно очень много работы. Или просто выполнение каких-то функций. Возможно, там, декор архенала, она просто не успевает подумать о том, что вот надо бегом побежать и где-то еще выступить. Я вполне как допускаю, и, может быть, это медийное присутствие, оно в итоге перекладывается на плечи пиар-менеджеров, там, и пресс-ризы, и все остальное. Потому что очень много в последнее время говорится о том, что в Украине некий культурный бум, о том, что у нас невероятно развивается кино, о том, что у нас совершенно там какая-то новая волна в украинской музыке появилась, о том, что все живет и бурлит. Ты действительно много лет занимаешься отраслью культуры, обозреваешь ее. Как ты видишь процессы в культуре, которые происходят в Украине? Что, на твой взгляд, на самом деле происходит? Да, безусловно, и бум есть, ну как, не знаю, насчет бума, это слишком, наверное, громко, но есть больше событий, больше каких-то феноменов, больше поводов для обсуждений. Я не все успеваю освещать, к сожалению, ресурсов человеческих не очень много, и хотелось бы больше. И, в принципе, если представить себе, что может ли появиться какое-то онлайн или печатное издание только про культуру, как Кольта, например, как Анимага в России, то вполне, потому что это возможно, есть контент. Ну, о чем говорить, есть теперь, да? Не знаю, как это было там 10 лет назад, я 10 лет назад не была такой активной журналисткой. Но, в принципе, да, я бы просто не делала из-за того какой-то супер хайп, но мы большая страна, европейская, ну, то есть это нормально. Насколько, да, насколько ты говоришь, большая мы большая европейская страна, насколько то, что в украинской культуре происходит, представляет сейчас ее, собственно, многообразие Украины как таковой, потому что, мне кажется, появилась еще во времена Ющенко, и она как-то там так или иначе обыгрывалась всеми. История с желанием видеть украинскую культуру как этнически украинскую, в обращении к конкретным совершенно корням. С другой стороны, у нас есть пример того же фильма Олеси Санина «Мамай», где очень интересно крымско-татарская тема раскрывается. У нас есть намеки какие-то на то, что Украина все-таки не моноэтническая страна. Насколько вот это в культуре проявляется сегодня? Этноцентричность? Либо этноразнообразие. Ну, все появляется. Ты знаешь, я как-то вот несклонно делаю каких-то таких очень глобальных выводов, потому что я не знакома со всеми культурными проявлениями, которые происходят. Плохо это или хорошо, я не знаю, но вот так я боюсь делать таких супер. Я знаю, я всегда делаю, всегда думаю о том, что есть что-то, о чем мы, может быть, не знаем. Я думаю, что вполне есть какое-то искусство, которое не вписывается в мейнстрим, ни в этноцентрический, ни в этноцентрический. Ну, то есть, несложно, если честно, сделать такой вывод, такое обобщение. Если мы говорим о какой-то официозной культуре, или культура, которая поддерживается министерством культуры профильной, то тоже тут сложно сказать, потому что они стараются поддержать какое-то многообразие. Возможно, это многообразие не всегда качественное и не всегда настолько яркое, что оно попадает на какие-то суперрадары медийные. Но, не там, не сложно сказать. У меня возникает впечатление, что иногда ты, как человек, который стремится действительно к объективности, к такой традиционной в стиле BBC объективности, представлении разных мнений, создаешь или даешь возможность на страницах отдела культуры у себя появляться псевдообъективности. Вот я вспомню историю с разгромом выставки Давида Чичкана, где фактически в одинаковом количестве, по правилу чисто математическому, появляются люди, представители культуры и искусства, которые говорят о том, что выставки громить нельзя, и эту в частности. И появляются два представителя непонятных маргинальных праворадикальных сил, которые рассказывают, что все, что они сделали, это правильно. Вот мне кажется, такой подход, чисто математический, достаточно опасным для страны, потому что если мы говорим о вещах культуры, то логично прислушиваться к людям, которые в этом являются экспертами, потому что мы можем так при всем уважении любую старушку Славочки спросить о ее мнении, и она расскажет всем о проститутках и наркоманах, а можно еще пять таких старушек взять, и вот тебе и будет общественное мнение. Но насколько оно релевантно, насколько оно может быть услышано, насколько всякому человеку мы должны давать право высказываться в СМИ, учитывая то, что нам и так подбрасывают навязчиво крайне правую повестку, которая все еще остается в Украине маргинальной, сути по результатам выборов, но все больше и больше раскачивается, как будто бы она действительно влиятельна. Вот как ты это можешь прокомментировать? Да, я могу прокомментировать конкретно этот текст, потому что в принципе я не делаю этого. Естественно, я стараюсь делать так, чтобы по теме высказывались компетентные люди. То есть бабушек я не буду спрашивать. Ну то есть это можно сделать рамку фоколога прикольного спецпроекта, но все равно это не будет. Нет, у бабушек можно спрашивать о том, в чем эксперты бабушки. Нет, можно спросить, если бабушка смотрит телек, спросить у нее, это может быть какая-то интересная оптика, но просто не нужно это называть искусствоведением, например, или кинокритикой, или телекритикой. В случае с текстом про разгол выставки Чичкана, да, я знала, что ты меня об этом спросишь, как-то я так подозревала, раз в год прошел, я очень переживала по поводу этого текста, но когда случился этот разгол, и начался, значит, реакции пошли, художественные среды, критические среды, понятно. А потом я подумала, ну то есть, а есть люди, которые, возможно, причастны к этому прямо, и можно у них спросить, ну как бы, нафига, да? И что, что? То есть, не давая им поле, ну, возможно, это легитимизация, и да, я беру на себя ответственность за это. Но, во-первых, публикация в СМИ, это свидетельство, с которым можно идти в полицию. Во-вторых, контекст создан был такой, мне показалось, и судя по реакции метрочитателей, которым я доверяю, там, моих коллег, там, всех, дурь была видна. То есть, было видно, что искусствоведы, плой комментарии, и, возможно, это было действительно несправедливо не оговорить с тобой контекст твоего комментария. Но, в любом случае, было видно, что вот есть люди, которые вот так вот высказываются, да, против выставки, и вот эти вот люди, возможно, напрямую ответственны за это. И сколько там людей, я не знаю, там просмотров, там, не знаю, может, тысяч восемь, увидели, и, возможно, какое-то счастье, я подумала, блин, какие-то они странные, возможно, они до этого соглашались, типа, что там, какое-то там неправильное искусство, которое им не нравится, а потом они увидят вот такую вот докрученную, до абсурда позицию, и подумают, нет, что-то здесь не так. Ну, то есть, и мне показалось, в тот момент, это правильным сделать, и я не отказываюсь от этого текста, мне кажется, возможно, после этой штуки, что нужно очень быстро среагировать, да, вот, но мне показалось это правильно, потому что именно из-за контекста, что вот, вот, посмотрите, вот эти вот люди, как они выглядят, и что это неправильно, на самом-то деле. Вообще, на территории своего издания «Левый берег» ты позволяешь существовать некой линии конфликта, одна из самых острых линий конфликта прошлого года, перешедшая в нынешний, это некое корпоративное противостояние кинокритиков, госслужбе украинской госкино, можешь немножко рассказать об этой ситуации, что происходит на этой территории, мы говорим о том, что Украина переживает, если не бунт, очень серьезное оживление киноиндустрии, с другой стороны, насколько я понимаю, эта киноиндустрия, поддерживаемая государством, настроена на то, чтобы ее хвалили, очень так вот просто, прям по-детски, хвалыми на губонька, боятая в кушу, если этого не происходит, то начинается очень жесткая реакция, мол, критики, или не патриотичны, или не понимают, или некомпетентны, в общем, расскажи нам, что на самом деле происходит. Тут накладываются две вещи, первая вещь, что вообще критиков никто не любит, то есть недавно вышел, это неизвестно, это известно тебе, это всем известно, недавно вышел это новость, потому что там продюсеры Нетфликса, ругают критиков, за то, что те далекие от народа, потому что поругали фильм Яркость, а фильм Яркость посмотрел на так много людей, ну то есть непонимание профессии критики и понимание того, что да, вкусы критика далеки от народа, ну то есть, а может недалеки, но если это оперирование, такими-то гихотомиями, оно присутствует даже в развитых индустриях, но в Украине эта ситуация, на нее накладывается то, что у нас никто не любит ни с кем ссориться. О да, 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 это отдельная история тоже. Да, и так вроде надо как поругать, ну как вот у меня было с лицензией на Киборде, то есть я ее фильм поругала, но я его очень как-то все говорили, ну а я думала, ты жестче напишешь, но я подумала, что нужно сделать круглую таблетку, и круглая таблетка хватается лучше, чем квадратная, и нужно сделать круглую. Вот, ну вот ситуация такая, что весь набор критиков, которые постоянно публикуются, естественно, прошлый год вызвал у всех интерес и энтузиазм, и я, например, сама решила, что надо посмотреть все украинские фильмы, которые будут и написать на них на всех рецензиях. Сейчас у меня такого желания нет. Но с точки зрения критика, это прям подвиг. Конечно, фильмы в Украине выходят в разы меньше, чем открываются выставок, но я себе никогда не ставил такой задачей посмотреть все киевские выставки, написать о каждой. Это, конечно, можно, ну, очень сильно устать, мягко говоря, а с другой стороны, знаешь, ну, неудивительно, украинское кино, да, не рождает шедевров, потому что оно еще не очень развито, в него действительно, десятилетиями не вкладывали никакие средства. Мы знаем, допустим, историю украинского кино, мы знаем несколько вспышек, которые происходили благодаря действительно уникальности людей, которые, несмотря на идеологию, создавали шедевры, такие, как Александр Довженко, или там Параджанов, или немного ушедший Ильенко, который потом немножко запутался в этом украинском поэтическом кино. И, в общем, чего греха таить. Очень долго украинское кино в самом деле топталось на месте, топталось где-то там в периоде Параджанова, из которого никак выбраться не могло, либо и создало несколько хороших, красивых, попадающих в советскую идеологию фильмов. Но и все, это не индустрия ни французского, ни немецкого, ни итальянского кинематографа, ни американского. И, с другой стороны, где бы был французский кинематограф, если бы не знаменитое издание Каеды Сильма, в котором постоянно, очень жестко, французские критики разбирали, критиковали, ругали, высмеивали французский кинематограф, который таким образом мог развиваться. Ну, здесь такого понимания нет, и что меня больше всего фрукстрирует в конфликте между критиками и индустрией, и даже по-собию госклинов, это неуважение к профессии. Ну, то есть, ладно, вам не нравится, что мы пишем, ну, то есть, можно это все равно оформить как-то не так унижающе, да, то есть, мы же не пишем, что вам символы профессии, то есть, мы не бросаемся такими оскорблениями, да, и как-то это все равно имеет какой-то, ну, по каким-то скандартам все равно работаем, да, то есть, есть у профессии скандарты, даже у профессии критика, а здесь оказывается, что не только непонимание, окей, непонимание профессии критика, как бы, но это какое-то просто вопиющее, какое-то нежелание даже идти на диалог, да, вот, и сейчас это чуть утихло, потому что, ну, потому что просто заглох, не то сейчас, нет больших релизов, на которые, ну, которые нужно хвалить, да, то есть, есть там какие-то ключевые фильмы, там, в прошлом году была «Стражевая застала», фильм «Червоный», который не так выстрелил, как, наверное, они ожидали, то есть в этом году это будет круто, который выйдет позже, что-то еще, может быть, «Вороший Вовград», ну, то есть я думаю, что критика «Вороший Вовграда», то есть на кто опять будет пинать, если он нам не понравится. Вот как так происходит? Почему сразу существует уверенность у режиссеров и продюсеров, что фильм выходит и его обязаны хвалить? Почему так происходит? Такого, ну, это же достаточно инфантильный детский подход. Вот я сделал что-то, папа, мама, радуйтесь. Ну, очень детский. Ведь это же, ну, достаточно взрослые, серьезные люди, там, со своим бэкграундом, со своей, там, победами и падениями в профессии. Почему у них такой подход? Почему у них такой запрос к обществу? Ну, не у всех. Есть режиссеры, которые очень ждут, каких-то отзывов критических, я не рада, когда их произведения разбираются, ну, профессионально, человеком. То есть, я не буду обобщать не все. Возможно, даже режиссеры, не сколько режиссеры транслируют такую позицию антикритическую, сколько, может, и продюсеры, и те, как-то напрямую, я не знаю, что это скромливать, напрямую, они думают, они не могут не вырубаться, да, в ситуации, они думают, что критики, например, отваживают зрителя похода в кино, но неуверенно. Ну, судя по интервью, которое дал Ахтемсей Таблаев относительно реакции критиков на его фильм «Киборги», он в достаточной степени разозлен, он этого не скрывает, он собирается критиков учить и объяснить им, что они некомпетентны. Да, и что критик – это то, которое сначала их похвалит, а потом, типа, будет ругать. Ну, то есть он позволяет себе решить, кто является критиком, а кто не является критиком. То есть это очень странная позиция. Ну, в принципе, она тоже объяснимая, потому что, если допустить, что он реально болеет, что он не функционер, не конюнерщик и не распеченный, настоящий режиссер, которому болит за его произведение искусства, то он, конечно же, обижен на то, что он старался, а его не оценили. то есть, это действительно сложная работа, политический режиссер снимает кино, это сложно, да, и, возможно, он считает, что его усилия, то есть наша реакция нестаразмерна на его усилие, и он обижен. Окей, здесь моя претензия не к «Хахтема» Сидер Браеву, а к изданию, которое вынесло эту критику в заголовок. Я считаю, что это неэтичный было со стороны, потому что этот спор, он очень публичный, про него все кто в среде, я уверена, знают, про то, что критиков нас не просто не любят, нас просто как будто выливают какие-то ушатые просто помоев. Тут интересный процесс, на самом деле, в котором, это мировой процесс, в котором мы с тобой оказались, в какой-то мере я почувствовал это на себе, но с другой стороны арт-рынок украинский, это совсем другая история, там меньше денег, чем в кинематографе, там он достаточно более узкий, как бы, и не настолько сформированный, но проблема критики она существует и в мире, и в Европе, она существует еще с нулевых, так точно, с начала нового тысячелетия, эта проблема заключается в том, что фактически с развитием институций художественных, продюсерских, в критике начали видеть, по сути, вернее, начали от него требовать быть пиар-обслуживанием, галереи, продюсерского центра. Это то, что нам сейчас пишет, вы должны помогать украинским фильмам. Вот то, что подбрасывали и арт-критиков, на самом деле, литературным критикам подобный, подобный тоже кризис они прошли, когда от нас, собственно, ждут того, что мы будем пиарщиками того или иного культурного продукта, и оскорбляются, и удивляются, если мы этого не делали. Мне приходилось слышать от одной нашей галеристки достаточно известной, что критик обязан быть лояльным галереей. Я вот совершенно не мог понять, откуда такое очагу в голову пришло, почему критик должен быть лояльным кому бы то ни было, кроме, собственно, своего критического подхода. Этот кризис приходится пережить. С другой стороны, видишь, маргинализирует критика еще и то, что любой человек действительно может тебе сказать, возвращаемся к началу нашего разговора, закрытия дела в культуре, что да кто читает ваши рецензии? Да они дают минимальную посещаемость. Кто читает рецензии на фильмы? Кто читает рецензии на книжки? Вот напишите топ-20 лучших книжек по мнению Кубкина. Ведь на самом деле, согласись, ты же знаешь по рейтингам, все вот эти топы, все вот эти смешные дурацкие игры, там 5 лучших, 7 худших, они действительно приносят гораздо больше посещаемости на сайте, чем рецензии. Зависит от того, как их написать. То есть можно и топ-20 написать, что можно уесть всех этих 20 писателей, которые, если там у Люра напишут топ-20, ненавидимых. Литературный критик, да, и наш постоянный автор. Если она напишет, то это будет учитаться, и это будет критически. Елик, на что она не соглашается их писать. То есть у нее свои форматы работы. Но дело не в этом. То есть это, мою лицензию на Киборгов посчитало 10 тысяч человек. Это большой охват. Понятно, дело, это не 2 миллиона просмотров, обзоров Бэткомедии, на которые первые главы гос-кино ссылаются. Но это большой охват. Есть же такой момент еще, который выработан тоже индустрии критики. Это, собственно, очень жесткая критика. Это всякого рода карикатурные премии и всякого рода антирейтинги. Я думаю, что можно противостоять подобным наездам на отрасль критиков. Действительно, составляют такие рейтинги, даже авторские. Например, 20 худших актеров прошлого года от Дарьи Бадьор. 20 худших книжек прошлого года от Анны Улюры. Почему бы и нет? Собственно, если производители культурного продукта пытаются прессовать вот таким вот смешным образом, мне вообще странно, что Украина никак не вырвется из этой ситуации, потому что еще мне в 96 году, когда я только начинал тоже писать о культуре, бывали случаи, когда мне звонили в 7 утра с криками «Да ты кто, блядь, такой? Да кто тебе дал право писать?» И я говорю «Ну, мне дал право писать мой редактор». «Да почему ты, блядь, пишешь про нашу выставку?» «Потому что мне за это платят гонорар». Значит, уже каким-то образом понимается, что я в этом специалист. Извините. Мне казалось, что вся вот эта вот история останется там в 90-х вот этих, когда еще никто не мог ничего понять действительно, кто есть кто. Но это каким-то образом вот так вот наивно продолжается, поэтому мне кажется, тут нужно противостоять и действительно создавать антирейтинги, антипремии. И если, допустим, от своего имени это одна история, но от всего там, не знаю, набора, жюри, антифепрессий такое сделать в Украине, это вполне рабочая идея. Знаешь, но это тоже очень понятное дело, негативные лицензии пишутся очень хорошо и читаются очень хорошо. Но когда ты пишешь на людей, которых ты знаешь, когда ты пишешь лицензии на украинский фильм, ты по-другому ее пишешь все равно. Я не знаю, насколько это размещается в других профессиях, там, акк критика или диатурная критика, но вот скинулось... Более снисходительно все? Нет, чуть-чуть по-другому, потому что я знаю, потому что они ее прочитают. Скинул Спилберг мою лицензию не прочитает на свое кино. Ну, с вероятностью 100-14%. А там, я не знаю, Ахтанхи Габлаев прочитает, например, или там кто-нибудь, И, соответственно, ты с ним, ты представляешь его на той стороне экрана, ты с ним разговариваешь, в том числе. Это, я не знаю, насколько это правильно или неправильно, возможно, но мы же растем вместе в этой индустрии, мы же болезни роста. Но вот я говорила, когда я была в жюрифе Преси в Швеции и с норвежским коллегой, я говорю, отключаются ли ваши лицензии на норвежские фильмы от лицензии на фильмы европейские из других стран. Он говорит, да, мы про норвежские фильмы пишем гораздо жестче, потому что они нас считают. А у нас, я уверен, получается наоборот. Наверное, я сейчас уже давно не писала, я в этом году не посмотрела ни одного украинского фильма, кстати, кроме комментажа, который мы будем давать в шамплесте через неделю. Но я не помню уже этого режима, какой-то режим диалога. Я не знаю, может быть, жестче действительно есть. Но мне кажется, что какой-то модус включается другой. И в этом тоже сложность, потому что ты проводишь очень большой внутренней работе над собой. ты уверен, что на самом деле не мягче. Ты уверен, что жестче? По поводу норвежцев я могу поверить. Даже их момент темперамента, определенной отстраненности. И в конце концов, это очень богатая страна, в которой, если тебя обругали в прессе, то, в общем, ты зачерпнешь ложку своей красной икры и что-нибудь еще и успокоишься. А Украина очень небогатая и нестабильная страна, поэтому тут еще на критику болезни не реагирует, потому что и так там в бедноте три копейки из госбюджета, а тут еще и критики обругали. Поэтому я боюсь как раз, что украинские критики пишут мягче об украинских фильмах, чем о зарубежных. Надо будет сравнить в следующий раз какой-то... Просто какие экстремы мы сильные, какой фильм, как киборги не сняли на Западе. То есть аналог киборгов это спасти рядового Райана, но качество не соразмерное абсолютно, да? Но точно так же, как несоразмерное развитие индустрии в Америке и в Украине. Абсолютно. И соответственно, когда ты пишешь про клипов, ты понимаешь, ты держишь в голове то, что могут быть проблемы с кем, проблемы с кем, проблемы с кем, что люди там все... Ну то есть что нет индустрии, что нет специальности художник-постановщик, что могут быть там-то. И может быть даже, поскольку ты находишься в среде, ты может быть даже знаешь о каких-то сложностях. И ты думаешь, ну то есть ты не можешь предъявлять ему какие-то же требования. И ну это очень сложно. И вот это одна из гилемм, когда ты начинаешь... Ну то есть писать полкрульское кино настолько тяжело, это выматывает, как будто бы ты бежишь в марафон. И когда ты пишешь, ты же пишешь от всего сердца. И когда вот была эта дискуссия, с которой начался весь этот ужасный срач, я говорила, и по-моему, я это не услышал. Но критика, она идет от любви к кино. И соответственно, если вы снимаете плохой фильм, и мы его ругаем, это потому что мы любим кино, а вы сняли говно. Но и в общем-то, критика в любом случае это проявление интереса. Потому что если что-то вовсе не стоит упоминания, то об этом и писать никто не будет. Если что-то не вызывает никакой реакции, даже негативной, то собственно и до свидания. Вот этого люди не понимают, что критика их искусства это уже обозначение присутствия их искусства в этом мире. Иначе можно просто промолчать. Вот ты упомянула, что ты была в жюри Роттердамского кинофестиваля? В Летербурге, Швеция. А что это было? Как вообще наши критики украинские попадают в международные жюри? Как ты там оказалась и что там происходило? Ну смотри, человек 20, по-моему, критиков и журналистов являются членами Фитресии, Международной Федерации Кинопрессы, которые входят в кучу людей из разных стран мира. От Украины человек 20. От Украины получат 20. Ты являешься членом Фитресии, ты пласяшь вновь каждый год и имеешь право подаваться на жюри какие-то. На любом уважающемся фестивале есть жюри Фитресии. И на разных фестивалях это жюри судят разные конкурсы. То есть в Одессе это жюри судят национальный конкурс, например. А вот в Детербурге, где я ездила, меня взяли в жюри, там 3 человека в этом жюри. Это параллельные. То есть мы не даем денежных призов, никаких стуклеток, мы просто даем диплом. И мы судили основной конкурс. Это 9 нордик фильмов. Нордик это регион Исландии, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия. Скандинавские фильмы. Ну, то есть Финляндия не любит, она ее называет, но не важно. Ну, в общем, нордический фильм из 5 стран, и там 9 игровых фильмов, и мы их смотрим, и судим, и выносим решение. Ну, это мы присудили шлангскому фильму «Диплом», и у нас было специальное упоминание другому фильму. Это очень классный опыт, потому что ты едешь на фестивале, видишь коллег, то есть ты выдергиваешься из этой среды, и ты, во-первых, можешь посмотреть на свое окружение другими глазами, а во-вторых, ты не просто едешь как пресса и освещаешь там все, ты являешься членом жюри, и, соответственно, это очень другой статус. То есть тебе же попроще работается, потому что они организовывают для тебя показали, и все такое. Ну, то есть это классная такая штука, конечно, очень для профессии, это прокачка здоровская. Не могу не затронуть еще одну тему. Тут к тебе, как собственность специалисту в области культуры, редактор отдела культуры, в Украине создан фонд культуры, который возглавила жена президента Украины, Марина Порошенко, и это вызывает достаточно много вопросов, потому что ни образование, ни опыт работы первой лидии Украины как бы не дает ей причин возглавлять фонд культуры. Как ты относишься вообще и к этому фонду, и к тому, что происходит, и к этому конкретному назначению? Ну и какова реакция вот среды культурной? Ну, реакция среды, конечно же, как обычно у нас. Все расковолились надвое, одни ярус назад, другие ярус напротив. Посредине мало кто находится, а посредине ситуация такая. Есть Украинский культурный фонд, который создан для того, чтобы снять с Министерства культуры функцию распределения денег на проекты. То есть Министерство культуры теперь оставляет за собой только финансирование каких-то конкурсов, там, например, конкурса имени Горовица, или там события, основателями которых они являются. Все остальное будет перенесено туда. Вот в этот фонд культуры. В этот фонд культуры, да. То есть когда он начал, начали писать этот законопроект, то есть было уже, то есть помнишь, было два законопроекта. Наталья Филипповна Заболокная, а потом другой законопроект, который создавался под шапкой, как он называется, там я обсуждала реформы, преминист страха президента, там Дешимкив, я забыл. Какого-то совета по реформу. Совет реформ, как он называется. И сразу было понятно, что это внутри было понятно, в среде, что это под шапкой Марина Порошенко происходит все. Соответственно, ее назначение это вполне логичное продолжение в той Украине, которая была до Майдана. Соответственно, Украина, которая после Майдана, и надеется на прожрачность, на какие-то принципы, и их ответствия этим принципам, естественно, они в шоке и решили, почему опять мы по такому пути идем. Диплом у нее, оказывается, есть. Какой-то искусствоведческий диплом, то ли это академия, то ли это дипломатическая академия, то ли это просто диплом. Ну, короче, у нее какое-то профильное образование якобы есть. Опыта нет, образование якобы есть. И они, ну, требование к закону это прописано, что не должен быть опыт работы, конечно. Но они решили немножко обойти этот момент. Ситуация чуть-чуть облегчается тем, что глава фонда не управляет фондом. Управляет фондом исполнительный директор, который, вот, Юлия Федев, который выиграла конкурс. Зачем тогда глава фонда? Для чего? Глава фонда это адвокационная, она, например, на, кстати, волонтерских началах она не получает зарплату никакой, как и наблюдательный совет фонда. И она глава этого направления. Она, министерство культуры, надеется, что она будет адвокатом этого фонда, адвокатом культуры. Она будет выбивать деньги из меценатов, потому что фонд будет наполняться как из бюджета, как из небюджетных средств. И с ее именем на ухтах будет проще выбивать деньги в конце бюджетного года на следующий год. То есть из бюджета. И они надеются, что она будет таким вот проводником и адвокатом культуры. Ну, в общем-то, немножко такая калька с позицией, которую занимает в Азербайджане Михребан-Алиева, но только Азербайджан благодаря ресурсам, которые они имеют, нефть и газу, гораздо более богатая страна, чем Украина. И действительно там из бюджета колоссальные деньги направляются на культуру. Например, я однажды был в Азербайджане и общался с представителями их союза писателей. Так вот, союз писателей Азербайджана бюджет имеет в 5 миллионов долларов в год. Чем? Издание книг, создание конференций, переводы азербайджанской литературы на другие языки, присуждение премий, в общем, вот только союз писателей 5 миллионов долларов в год. Понимаешь, нам просто малоизвестна эта линия литературы, но с другой стороны литература Кавказа, литература мусульманских стран Азии, литература, там очень древняя история всего этого, о которой, к сожалению, мы люди, вышедшие из Советского Союза и постсоветского, не имеем практически никакого представления. Но, понятно, что у Украины нет столько нефти и газа, но поэтому и позиция это такая, вот такой, такого мецената культуры, как Михребана Лиева, который действительно может распоряжаться колоссальными бюджетами, здесь трудно себе это представить, вот не знаю, действительно, как это все будет развиваться. Ну, посмотрим. Я не являюсь суперпессимистом, понятное дело, что хотелось бы, чтобы в идеале это был другой человек, возможно, но это нужно рассматривать не как какую-то зраду или промоку, а как симптом. О чем это говорит? Это говорит о том, что ситуация на шахматной госке культурной украинской политики такова, что другого человека на этой позиции, очевидно, не смогли придумать. Я не знаю, кто еще претендовал на этот пост, вроде как наблюдательный совет, все же не единогласно поддержал Марину Анатольевну Порошенко. Относительно человека, который может говорить с бизнесменами, добиваться с их стороны какого-то меценатства, но здесь все упирается опять же в законы меценатства, которые существуют во всем мире, человек, допустим, если хочет, он вкладывает какие-то деньги в развитие искусства и культуры и ровно на это количество денег меньше платит налогов, это нормальная история. Я надеюсь, что ее адвокация приведет к тому, что этот закон про меценатства будет принят. Хотя я не вижу существенной прямой связи, потому что о законе о меценатстве говорят уже лет 20. Со временем президента Леонида Кравчука на самом деле, с того момента начала появляться Украина. Да, странно, что подобные законы не принимаются, с другой стороны, не странно, потому что это оставляет возможность как раз и главе государства Украины силовым структурам каким-то образом обрабатывать и постоянно доить этих наших так называемых олигархов пользу чего-то, что в данном случае кому-то приятно. Но отдельная история, конечно, будем смотреть, как она развивается. Я хотел бы вернуться напоследок к кино и хотел бы услышать от тебя твои рекомендации, я уверен, что нашим зрителям тоже интересно, что стоило бы посмотреть в мировом кино и в украинском из того, что выходит в этом году на наши экраны, а что можно смело не смотреть и спокойно игнорировать? Ну, значит, смело не смотреть, я не знаю. Ну, давай какую-нибудь антирекламу сделаем. Антирекламу, давайте сейчас. Ну, это же твой субъективный подход. Я думаю, что третью часть 50-ти оттенков серого не обязательно смотреть. Хотя она супер много денег уже собирает. Я, честно, один час посмотрела первую часть, это невыносимое кино абсолютно. И с того, что нужно, сейчас будет классный период кучи фестивалей. То есть до апреля будет, даже до мая, даже до лета, потому что сейчас, на 14 февраля, и вот чуть позже будет фестиваль молодость, привозит фильмы, которые не были не вышли в прокат, выйдет, они покажут «Мазари меня» своим именем, это известный итальянский фильм, который суперфаворит, там, оскаровский. Потом в конце февраля будет фестиваль американского независимого кино, и там просто лайнап, просто какое-что, можно бегом бежать и все смотреть. Мой фаворит, это «Призрачная нить» пола Томаса Андрессона, я его посмотрела в «Готуборнке», в том же, и я в полном устранстве от этого кино. Он, к сожалению, кажется, пока непонятно выйдет нам в прокат, это будет, возможно, и в этом единственный показ. Потом будет «Дукли Дэйв», в апреле «Французская весна», и в мае «Молодость». Ну, то есть, если вы киноман, то у вас работа вообще будет полше просто до конца мая. А за какими сериалами следит Дарья Бадьор? Я жду второй сезон «Акланты», потому что, по-моему, это и срочно великая вещь, абсолютно прекрасная. Мне очень понравилось бесподобное «Михих Мейзл» на Амазоне. Я еще не смотрела «Вабилон Берлин». Я ничего себе вот это даешь. твое мнение как раз было бы интересно. Я сюда посмотрю. Я помню про сериал «Дарк» на «Некрасе» я его видела, и он, конечно, очень странный. Он такой мыльный, ну, такая, типа, ты не пицц, но с привкусом немецкого мыла. Не только немецкого мыла, с привкусом немецкой сказки, потому что лес, братья Гриммы, все это достаточно депрессивно и страшно, если брать первоисточник, не переписаны эти вещи. Да, но там дело даже не в этом. Я промыла мыльность в диалогах, проговаривании смыслов, вот таких постоянных перепроверках для зрителя, а понял ли он, что вот сейчас нам сказали вот это. Вот этого я имею в виду мыльности, когда ты 20 раз перепроверяешь, а зритель твой проснулся, уже и смотрит телек или нет. ну то есть вот это я имею в виду. что там еще дальше будет? А что из того, что запланировано в украинском кино из премьер этого года стоит обязательно посмотреть, вне зависимости от того, хорошо это будет или плохо, для того, чтобы получить свое представление? Ну, сейчас повторный портат выйдет фильм стримглав Марина Степенская. Это важный фильм, мне кажется. И он дает представление о том, чем дышит молодой режиссер. Потом в этом году должен выйти фильм Вулкан Ромы Бондарчука, который я жду. Для проверки температуры по палате украинской киноиндустрии нужно будет посмотреть, конечно, дикое поле, которое хорошо играть. Потому что там режиссер-дебютант, суперкрутой оператор. Ну и очень расхваленный писатель в украинской серии. Там столько переменных и сработали ли они все вместе. Плюс там продавшим студиям свежая кровь, то есть не старые компании, о которых все знают, а новые люди, которые пришли из рекламы в кино. И вот что будет очень интересно посмотреть. Ну вот эти три, наверное, Гастерин Глав Вулкан, из документального кино Дельта Александра Кищенского, который один из авторов фильма «Все полывает» на Майдане. И у него прекрасная коротметражная работа «Сыра и сеньоры». И вот сейчас на него один снял полный метр документальный про Вилкова. Вот. Ну вот эти вот четыре фильма, мне кажется, что стоит ждать. Ну вот это вам рекомендация Дарьи Бадьер. В общем-то человек, к мнению которого я действительно доверяю. Хотя мне немецкий сериал, который ты назвала мылом, понравился. Но люблю я такие вещи. Тьма называется. Ну вдохновение тебе в работе и как кинокритика и конечно как редактор отдела культуры. А эта работа в Украине превращается уже в такую, которую в красную книгу нужно уносить. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok